ПОЛНОЛУНИЕ В разговоре с председателем местного совхоза речь зашла об учительском домике, в котором до сей поры останавливались все приезжающие по распределению учителя. — Вы навряд ли захотите жить в том доме, — сказал председатель. — Лучше возьмите съемную квартиру. Дело в том, что та учительница, которая была до вас, повесилась в том доме. Но парень возмутился и заявил, что он современный и просвещенный молодой человек, ни в какие суеверия не верит и намерен жить в учительском домике. На следующий день парень начал свою работу в школе, взяв руководство над классом, оставшимся и спокончившись с собой учительницей. Около месяца ничего необычного не происходило, пока не наступила полнолуние. В ту ночь сквозь сон парень ясно почувствовал чей-то пристальный взгляд на себе. Открыл глаза и в лунной дорожке увидел женщину со следом от веревки на шее. Она протягивала к парню руки, будто желая схватить его за горло. Дальше молодой учитель провалился то ли в сон, то ли в обморок и очнулся уже только утром. При свете дня все случившееся ночью показалось лишь сном, и парень успокоился, но лишь до следующего полнолуния, когда ночной кошмар полностью повторился. Желая разобраться, что происходит, учитель порылся в школьных архивах и нашел прошлогодние фотографии своего класса. Предыдущей учительницей оказалась именно та женщина, что приходила к нему в лунные ночи. Будучи убежденным атеистом, парень рассудил, что раз она к нему приходит, значит она живая, до нее можно дотронуться и выяснить мотивы ее поступков. К следующему полнолунию он готовился тщательно. Все-таки ему было жутковато, и он, во-первых, для храбрости вечером крепко выпил, а во-вторых, привел домой знакомую девушку, с которой у него были близкие отношения. Уже знакомая ночная напасть вновь повторилась. Жуткое видение протягивало руки с явным намерением задушить. Но в этот раз не к парню, а к девушке. Еще не протрезвевший парень схватил привидение за шею и начал давить, что было сил на след, оставшийся от веревки. И вдруг он услышал леденящий душу смех за своей спиной. Обернувшись в свете полной луны, он увидел хохочущую, невредимую учительницу. А девушка, которую он душил вместо призрака, была мертва. На момент издания того журнала, молодого педагога судили за убийство. А он, вышеописанной историей, объяснял все произошедшее. О его дальнейшей судьбе я ничего не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok